Привет, бойцы! Собрал сегодня для вас мнение профессиональных атлетов, которые порассуждали о том, кто победит в трилогии между Меочичем и Кормье и станет лучшим тяжеловесом в истории компании. Меня зовут Иван Неумин, это канал Этс Тайм, ставь лайк и погнали! Дэниел Кормье, бывший чемпион тяжелого веса UFC. Я буду действовать, как Кертис Блейдс в бою против Волкова. Если вы ожидаете, что мы будем 25 минут махаться в стойке, то не дождетесь. Надеюсь, Типпи еще помнит, что такое борьба. Борьбы будет много, уж извините. В конце вы увидите, как судья поднимает мне руку, а диктор кричит «Новый чемпион UFC в тяжелом весе Дэниел Кормье!» Вот и все. Это произойдет 16 августа. Стиппи Меочич, чемпион тяжелого веса UFC. В этот раз мы больше тренировали борьбу. Кормье попытается бороться со мной, но каждый бой начинается со стойки. Хавьер Мендес, тренер Кормье. Перед прошлым боем у Кормье только-только была операция на спине, и он не восстановился до конца. Теперь же он в отличной форме. Мы ждем войны! Глупо не ожидать войны в бою с таким великим бойцом, как Меочич. Этот парень чемпион. Он несколько раз проигрывал и знает, как приспособиться. Гляньте, что он сделал в бою с Нгану. Он внес корректировки, увидел мощь этого типа и приспособился к нему. Если мы, в свою очередь, не приспособимся к тому, что есть у него, то у нас будут огромные проблемы. Джон Джонс. Чемпион в полутяжелом весе UFC. Думаю, вот сижу. Подожду-ка я победителя пары Меочич-Кормье. А пока полутяжи пусть определятся, кто достоин пободаться за титул со мной. Мне же в любом случае понадобится несколько месяцев на то, чтобы поднабрать мышцы. Кертис Блейдс. Топовый тяж UFC. Учитывая то, что у каждого есть по одной победе, если они будут драться снова, раунды будут еще более взрывными. Они оба знают, на что каждый из них способен и уже не будут осторожничать. Мне видится, что Степи лучше, как ударник. У него преимущество в длине рук. Все зависит от того, выйдет ли Кормье на бой с настроем бороться. Если так, то вероятно он может выиграть. Но я думаю, его эго не позволит ему этого. Он захочет драться со Степи в стойке и снова упадет. Джуниор Дос Сантос. Бывший чемпион тяжелого веса UFC. Не вижу смысла в трилогии. Не очень же доказал, что он настоящий чемп. Послушайте, этот дивизион самый опасный, ведь тут можно отлететь в нокаут после одного точного удара в бороду. Именно это и случилось в их первом поединке. Кормье хорошо попал. Я не хочу принижать заслуг Дэниела, но это лишь удача. Дерек Льюис. Топовый тяж UFC. Думаю, Степи победит. Их прошлый бой был очень близким. И я думал, Кормье держит победу. Но Степи его подловил. Потому я думаю, и в этом поединке Меочич снова окажется победителем. Фрэнсис Нгану. Топовый тяж UFC. Честно говоря, я был бы более уверен в себе в матче реванша с Меочичем, чем в бою с Кормье. Я думаю, что бой с Кормье это куда больший вызов для меня, чем Степи. Андрей Орловский. Бывший чемпион тяжелого веса UFC. Мне кажется, в этот раз Кормье будет бороться со Степи и выиграет. Поживем, увидим. Хабиб Нурмагомедов. Чемпион легкого веса UFC. Почти настало время, брат. Вперед и удачи. Я очень взволнован твоим следующим боем с великим оппонентом. Дана Уайт. Президент UFC. Это невероятный бой. В нем будет стоять на кону все в тяжелом весе. Его победитель станет не только чемпионом UFC, но и величайшим тяжеловесом в истории. У них до этого было два прекрасных боя. И оба хотят провести третий, чтобы выяснить все окончательно. Обязательно поставь лайк и подпишись. Ведь мы пытаемся добить тысячу подписчиков. Ну и я жду твой прогноз в комментах. Очень интересно, что думаешь ты. Кто же все-таки выиграет? Кормье или Меочич? Кто из них самый опасный человек на планете? Это канал It's Time. Меня зовут Иван Неумин. Пока!